я вас приветствую друзья это видео является продолжение моих моего видео по поводу трагедии связанные с двумя голландами крис кремерс и лиан лисан фронт которые потерялись ну официальная версия и родители насколько я понимаю снова толстые согласны по официальной потерялись где-то там гуляя по тропам туристическим в панаме возле городка бока на тропе эль пианиста и от них потом масле нашли только буквально останки какие-то кусочки больше ничего от них не нашли и рюкзак в рюкзаке был найден фотоаппарат и очень много разговоров сейчас ведется вокруг вот этих 90 ночных снимков сделанных в небольшой период там течение по моему трех часов с некоторыми перерывами через каждые вроде бы 10 секунд насколько мне помнится такого откуда вот эти ночные снимки многие уже сразу сказали и я с ними соглашусь что это явно не какая-то фотосессия а это именно использование фотоаппарата целью как освещению как фонарик что ли вот чтобы фотоаппарат освещал в темное время суток окружающее пространство вокруг девушек или девушки сейчас вот я мучка дальше добега вперед говорю причем сделано это было 8 апреля казалось бы почему это сделано именно 8 апреля они с первого на второе например апреля ну первую ночь когда они потеряли зачем это надо было делать именно 8 и что за это было зачем вот где-то глубокой ночью как кому-то понадобилось освещать пространство вокруг себя ну можешь было просто так сказать лечь спать а утром по светлу уже передвигаться что я думаю по этому поводу на одной из фотографий как я про когда показал предыдущем видео мы можем видеть голову с рыжими ярко-рыжими волосами по описанию по описанию именно вот такой цвет волос был у крис кремерс и именно если предполагает что это именно но и и голова ну головой одной из этих девушек то по всей видимости это затылок крис кремерс почему затылок сейчас я вам в этом хочу сказать на мой взгляд ситуация какая-то возникла от 7 на 8 апреля по всей видимости достаточно серьезная которая послужила причиной что именно крис кремерс понадобилось постоянное какое-то освещение использовать телефоны уже не было никакой возможности ну экономили на всякий случай я так понимаю зарядку как нам говорят кстати возможно у них было все таки подзарядка но где она почему я в рюкзаке не было вот это вот удивительно да есть такие мобильные подзарядные устройства и могли быть но вот в рюкзаке то ведь это не было найдено это тоже кстати вопрос насчет второго рюкзака но сейчас не об этом мобильники скорее всего экономилась зарядка ладно включил фонарик он погорел мелочкой закончился фотоаппарат вспышка еще работал он работает ну у него видимо батарея еще была достаточно полный но зачем ночью то ей понадобилось этим заниматься освещением вот этим вокруг тебя крис кремерс я хочу сказать на мой взгляд возможно именно в эту ночь произошла какая-то трагедия с лицам фронт возможно может быть она куда-то упала может куда-то потерялась может ее кто-то утащил и крис кремерс осталась в одиночестве и вот это паническое одиночество и привело к тому что она начала поставила на на я так понимаю серию фотоснимков вот просто серия из там из каких-то фотоснимков через определенных промежуток в ней времени программирует аппарат я так думаю это было возможно с этим фотоаппаратом и один из снимков который это он у нее на рюкзаке то есть на рюкзак положила и он начал щелкать вот он фотографирует вспышка света возникает происходит освещение но мозг ли сан фронт даже никуда не упала мозг ли она как раз в этот момент уже но погибла по какой-то причине что-то с ней случилось и она например упала откуда-то лежала тут раненая умирала там и вот уже все на скончалась окончательный крис кремерс осталась одна в темноте есть стало страшно и она решила запустить вот эту фотосессию почему именно на ее рюкзаке я уже объясню во-первых затылок во вторых на одной из фотографий мы четко видим ремешок от рюкзака и это опять доказывает что в это время что фотоаппарат лежит на рюкзаке явно на этом рюкзаке и возим по всей видимости он на нем закреплен и если я правильно понимаю дальнейшие события кстати там пол пол лица немножечко вроде бы как бы тоже мелькнула видимо она снимала этот рюкзак себя крис кремерс и когда уже его ну опускала в это время и произошло очередной очередной на фотографирование и часть лица ее попало в этот кадр то есть она рюкзак на одно место клала там несколько фотографий на другое место перемещение рюкзака приводил к перемещению фотографии фона местности которую фотографировал в топора то есть он не постоянно лежал три часа на одном месте и делал в сессию фотографии серию фотографий а периодически перемещался по какой причине сказать сейчас сложно один из вариантов например она пыталась осветить дорогу ушедший ли санфрон может ли санфрон просто ушла куда-то отошла и не вернулась что-то возможно вот произошло это и она вот ей освещала насчет того отпугивалась зверей я не думаю насчет отпугивания потому что рюкзак он все-таки найден достаточно далеко от мест всяких но на берегу якобы выбросаны на берег и вот чтобы выбрать его на берег мог в реку как-то попасть надо а если она вот где-то находится на площадке и там происходит вот это фотографирование и потом звери нападают но рюкзак остается там никакой звери трюк как никуда не потачь он ему не интересен особенно но там еды то нет в рюкзаке и отсюда еще один вывод что вот эта фотосессия которая закончилась ночью она все-таки была ну возможно разрядилась окончательно батарея фотоаппарата возможно да ну либо она сама прекратила это фотографирование но получается что после этого фотоаппарат оказался внутри рюкзака то есть кто прекратил фотографирование возможно положил в рюкзак фотоаппарат ну видимо крис кремерс я вот это все сейчас пытается объяснить из ситуации что действительно девушки просто заблудились и потерялись в этих дунглях сразу отвечу на один комментарий мне там написал один знаток этих мест одна таков всегда много в моих комментариях все ну просто периодически приходят знающие все на цвете люди но он говорил что там просто обрыв на обрыве что там падай не падать можно ну чуть ли не на каждом сагу можно куда-то сорваться и упасть я хочу сразу ответить вот на этот комментарий что через два года по этим местам прошелся брат крис кремерс а у нее было два брата и вот один из братьев он специально приехал эти места прошел всю тропу спустился и поднялся там дальше они должны были вернуться а он прошел дальше как предполагается прошел всю эту тропу дальше до конца нигде там нет таких прям крутейших обрывов и куда-то можно свалиться и заблудиться там особо это горит надо очень сильно постараться просто специально куда-то с этой тропы уйти конкретно вот тогда можно заблудиться а если просто по этой тропе бродить то там куча фермерских хозяйств во первых там обитаемая зона вообще-то это всегда так возле из каждых туристических мест всегда есть обитаемые зоны из местных потому что они кормятся на туризме может что-нибудь там продадут может чем-нибудь помогут там какие-то продукты продать провести куда-то возможно даже пустить переночевать если сильно захочется но за деньги поэтому местные там тоже жили существовали существуют и кстати часть костей принадлежала именно каким-то там потерявшимся местным даже были найдены я так понимаю и детские останки там кости ну не относящиеся к этим двум галанткам поэтому утверждать что они прям могли там заблудиться где-то с обрыва упасть это очень сложно но вот эта фотосессия она возвращаясь к ней она все-таки на мой взгляд показывает что именно ее могла сделать только крис кремер положив еще раз говорю фотоаппарат на рюкзак для чего достается только гадать если это было не крис кремер а похитители зачем это сделано тоже сказать невозможно ну как версия это сделано похитителями целью как бы увести а из зоны поисков столе отвлечь так сказать от того места где действительно они находились крис кремерс и лицам фронт но самое то поразительное что это места так вот точно и не идентифицированы которые были сделаны ну где были делом фотографии есть предположение есть некие похожие камни похоже какие-то деревья какие-то похожести находят но это все-таки версии вот точно стопроцентно установить место где сделаны ночные фотографии до сих пор не удалось и это странно это странно понимаете и это говорит о том что похитители сделали глупость потому что какой смысл делать выбрасывать фотографии по которым потом над никто ничего понять не может насчет брызг это конечно да тут возможно это все-таки ручей может быть все-таки водопад может быть дождь там тоже сказать очень сложно что за там до капельки но и кстати как раз отсутствие на всех остальных фотографиях там не рук не ног не видно фотографирующую не 2 девушки никого как раз и скорее всего говорит о том что сделано это все-таки одной девушкой крис кремер именно все так как я и вот в этом видео сейчас и сказал на мой взгляд вот и именно такое объяснение вот этой фотосессии она самое наверное приемлемое что же произошло дальше уже мы вряд ли когда узнаем каким образом этот аппарат был снова положен в рюкзак сказать уже теперь сложно но как-то вот скорее всего так это все и произошло резюмирую могу сказать что однозначно это сделано одной но на мой взгляд фотосессия ночная сделано именно крит кремер не могли это делать какие-то обезьян потому что в это время они спят ночью да и обезьянам этим тоже так у него и так не получилось и поэтому я думаю что это фотосессия какая-то уже ну признак какой-то растерянности возможно уже признак того что крис кремерс уже была одна и признак никого даже я сказал наверное отчаяния и испуга пишите свои комментарии высказывайте свое мнение подписывайтесь на мой канал будет еще много интересного ну а мне только остается сказать до новых встреч друзья